Тест драйв сразу шести моделей. Событие редкое. Времени, чтобы понять натуру каждой машины, не так уж много. А ведь еще нужно осмотреться и оценить убранство салона. Что мы ждем от гольф-класса? Надежность, практичность, много места внутри и приличный багажник. Но раз уж это тест драйв, да еще и на спортивной трассе, грех не проверить, как испытуемые отзабутся на жесткий стиль вождения. В качестве тест-пилотов автомобильные журналисты и менеджеры конкурирующих автосалонов. Ясным ветреным днем на природу выбрались те, для кого лихачить профессия. Главный вопрос, кто из них гольфов самый гольф? Мы решили начать с лансера. Здесь у него самый кубатурный мотор. Поэтому от него ждем больше всего драйва. И уже с Mitsubishi сравним ездовые качества остальных машин. Нам на тест драйв достался самый мощный из поставляемых в Россию лазеров в C-классе с мотором 1.8 и вариаторной коробкой передач с подрулевыми лепестками, для того, чтобы было удобнее переключать и чувствовать себя в какой-то мере спортсменом. Сказать честно, Mitsubishi разочаровал. Разгон весьма посредственный. Ключное переключение ступеней ситуацию не вытягивает. С вариатором машина, прямо скажем, не ракета. На вираже лансер стабилен, но жестковат. А вот руль вялый на любых углах. На очереди Peugeot 308. Сразу обращаем внимание на потрясающе продуманное остекление. Видно дорогу прямо под ногами. Может, потому и реакции руля кажутся еще острее. Тормоза истинно французские. На педаль нужно минимальное усилие. Юркий и очень удобный в управлении. Его прямой конкурент, C4, ничем особенным не поразил. Задняя подвеска все такая же бестолковая, как раньше. Но на разгон Citroёn довольно силен. Следом Auris. Он позиционируется как молодежная модель Toyota. И мотор на нем довольно приемистый. Однако ходовка слегка чудачен. На плавной дуге все ровно, а вот мелкие повороты малыш проходит без особой уверенности. Нам больше понравилась Corolla. Пожалуй, автомат у нее соображает побыстрее, чем у конкурента. Старый конь борозды не испортит. Это как раз от Toyota Corolla. Особого удовольствия при вождении этой машины, которую кто-то назовет пенсионерской, не испытываешь. Но, с другой стороны, есть какое-то ощущение монументальности, внушительности. В поворотах не кренится. На педаль газа реагирует правильно. В общем, отличный выбор для семейного человека, без особых амбиций. Октавия с коробкой ДСГ – самый желанный участник тест-драйва. Особенно разошелся Александр Дмитриевич Рулевский. Настойчиво пытался нащупать слабину в ходовке и сбить машину с курса. А затем поведал любопытную историю. Не то, что шины разлетелись, два диска стальных не подлежали возврату. Я думал, что все, кирдык, без подвески. Подняли на подъемнике, подвески ничего. И тогда я понял, что Шкода – это наша машина. Шкода на ходу завораживает. Машина, которая едет чем быстрее, тем лучше. Напомним, что ДСГ – коробка года, семиступенчатый робот от Volkswagen. И на ухабе она как немец – пролетит и не заметишь. Вот только ее участие в этом тест-драйве вызвало споры и легкое недоумение. Я не считаю, что это машина целиком полностью к С-классу. Я эту машину ближе к Д-классу, к С-классу немножко повыше, на мой взгляд. Пришло время зрить в корень. Внешне машины сравнивать смысла не имеет. Мало того, что типы кузова разные, так и дизайнеры решали абсолютно разные задачи. Ну что может быть общего у спортивного Данельзя Лансера, женственного С4 и не теряющей актуальности строгой Шкоды? А вот салоны мы изучили детально. Звание самого странного получает, несомненно, Ситроэн. Нам показалось, что ездить без щитка приборов перед глазами абсолютно невозможно. Да и странный руль с неподвижной центральной частью не способствует оптимальному захвату и трюкам с баранкой. Художников Тойоты вообще кидает из стороны в сторону. Против постного интерьера Короллы галлюцинирующая консоль Ауриса. Посмотреть бы в глаза человеку, который придумал такой ручник. Тэжо внутри сдержанно красив и в нем на удивление просторно. В лансере места не меньше, а вот материалы на ощупь попроще. К тому же свежи в памяти разговоры, что 10-е поколение основательно скрипит. В Октавии вообще двухзонный салон, если можно так выразиться. Лаконичная приборка, компактный руль и невероятных размеров блестящая балда трансмиссии. Теперь багажники. Кидаем на пол оранжевые конусы, так легче сравнивать размеры. В Шкоде буйки как-то сразу затерялись в углу. Еще бы, 560 литров, причем можно и сиденья сложить. Немного уступает Королла, остальным похвастать нечем. А у лансера не только самый маленький багажник, но и высота погрузки, чуть ли не на уровне пояса. Собравшись в кружок, делимся впечатлениями. И тут явный дисбаланс. К единому мнению прийти не удалось. У каждого драйвера свой фаворит. Больше всего мне понравился Peugeot 308. И, честно говоря, я сам этого не ожидал, поскольку езжу на Citroën C4. Это машины-родственники. Но, когда я сел в Peugeot, то почувствовал себя намного увереннее, чем в Citroën. И по сравнению с другими машинами, он показал себя наиболее интерактивным и наиболее, скажем так, стабильным и интересным в поворотах. На нем я действительно получал удовольствие. Самым большим разочарованием стал, как ни странно, Mitsubishi Lancer. Вроде бы эта машина имеет практически спортивные, можно сказать, корни. Но абсолютно невнятный руль, очень ранняя потеря сцепления. И в результате ездить быстро на такой машине неинтересно. Хотя для меня это фаворит по дизайну. Радиоведущий Григорий Скобичевский не изменяет любимой марки. Совершенно для меня, например, очевидно, что на данной трассе, в данных сегодняшних условиях, среди автомобилей, на мой взгляд, Skoda Octavia, пожалуй, это лучший автомобиль. Лучше по настройкам именно рулевого управления, тормозов, коробка очень неплохая. Но если брать во внимание, что все автомобили были примеры одной мощности, то, наверное, на Skoda, пожалуй, эта мощность проявляется явственнее, чем у других. А мы решили, что суть понятия Golf-класс лучше всего отражает Toyota Corolla. Хотя это и не хэтчбэк, да и платформа великовата. Зато машина неприхотливая, сделана со вкусом и очень удобна в управлении. Да и стоимость владения невелика. Крепкий середнячок, каким и должен быть простой семейный авто. А сравнительные характеристики участников тест-драйва сейчас на ваших экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова